куда бы вы ни приехали вы найдете борисоглебский храм и вот эта улица когда-то называлась борис оглебской храм построен в стиле позднего нарышкинского барокко с его элементами и на верхнем этаже был предел в честь бориса и глеба 260 лет по этим ступеням поднимаются люди попросить у господа прощения за свои грехи посмотрите сколько раз за две с половиной сотни лет они были вычинены это вот наш старецкий мрамор это совсем не мрамор это известняк камень хрупкий но тем не менее вся старится тверь стоит на этом на фундаментах из этого белого старецкого камня в старице вы можете зайти в каменолом не и 35 километров гулять по ней храм заложен во времена елизаветы петровны дочери петра первого а достраивался уже при екатерине великой у нас не раз были на руси когда горели целые монастыри и храмы а вот то что самое святое для людей оставалось или иконы или вот сам храм оставался но вот что интересно то на ведь здесь все сгорело они стани тронула вот какое-то чудо естественно это как и все чудеса бывает даже казалось бы и палубки все перегорели вот мы с вами наблюдаем как раз до того как этот храм передали русско-православной церкви когда здесь была реставрационная мастерская все это сгорело ну слава богу все потушено было все что вы могли сделать прихожане мы сделали остальное конечно здесь уже нам не по силам прежде всего на нужно сделать пол чтобы что-то делать все остальное потому что как вы видите что полу нас в аварийном состоянии по ним даже опасно ходить и если мы отремонтируем пол то по крайней мере мы можем уже поставить леса до леса для того чтобы очистить стены вот купол вот видите тоже забитого тоже надо этот купол освобождать все лишнее здесь отсюда нужно убирать вот то здание вот здесь вон тот предел там у нас была колокольня тоже там к сожалению крышу уже прогнило но мы не можем ее отремонтировать так как это памятник федерального значения и они нам к сожалению до пожара вообще вот если мы берем историю то есть у нас получается что в одном храме и в этом помещении была служба и вот это верхний храм это называется летний храм когда при пришли сюда это такой как там наверху так и здесь такой страх был ужас один во всяком случае вот почему-то народ это собрался даже его не звали он сам приходил сюда и с утра до вечера каждый божий день убирали и поэтому вот слава богу быстро быстро восстановили двадцать или тридцать машин только одного мусора вывели вся территория была замусорена и вот родилась идея что этот мусор как раз пригодится как основание под горку и вот насыпали мусор сюда потом засыпали уже крови и землей хорошие что 1 что 2 что тот был что этот хороший или вот посмотрю на фотографии молодежь тоже приходит молодежь приходила да я листал альбом смотрел как прихожане освобождали храм от мусора проводили первые службы и все больше испытывал к этим незнакомым не людям на фотографиях огромное уважение невозможно представить что и в нижнем храме еще семь лет назад была разруха тут была автомастерская гараж и остались еще гаражные ворота но внутри уже прошла большая реставрация живописи в этом храме не сохранилась при реставрации сняли довольно толстый слой штукатурки и вы можете видеть прекрасную работу каменных дел мастеров борисоглебская церковь являлась подворьем монастыря нилова пустынь и конечно же здесь есть икона нила столобенского практически не сохранилась здесь икон с того времени вот эта икона она самая старая в храме и и датируют приблизительно 18 век казанская божья матерь одна из самых почитаемых икон на руси сейчас мы были на втором этаже и это к заметил что там стены маленькие а здесь но надо сказать что в 18 веке мы находимся в теплом нижнем храме верхний не отапливаемый а для того чтобы сохранять тепло и необходима была толщина стен вот самих окнах вроде как тварный свет а вокруг вот этот вот не совсем правильной формы косые арки выкрашенный белым ярким белым такое ощущение будто всполохи света вот действительно во тьме появляется свет миру и свет мир соединяет тварный свет с нами нетварным светом тысяча тридцать два года назад князь владимир крестил русь жен было много детей более двух десятков но и после смерти родителя дети принялись за привычное дело делить наследство и святополк которого народ прозвал окаянным задумал убийство младших братьев бориса и глеба покрещение романа и давида и братья знали что брат готовит их убийство также знали что если будут противиться начнется брата убийственная война междоусобица которую мы и сегодня наблюдаем и вот за этот подвиг церковь причисла их клику святых борис и глеб это первые святые на руси которых признала византия храм бориса и глеба стратотерцев как бы духовный центр для всех воинов потому что все-таки служить в армии особенно если это в горячих точках это все-таки откладывает какой-то отпечаток и вот для того чтобы сохранить душу человеческую и психику на нормализовать после вот таких стрессов вы знаете вот я действующий офицер я на самом деле впервые да узнал именно от вас ваших уст этой истории о воинском храме отец михайлов недавно здесь декабря месяца его назначили начальником отдела по работе за взаимоотношения с правоохранительными органами и вооруженными силами и соответственно это храм то есть настоятель его является председателем отдела хочу сказать что это единственная церковь в городе где находится вот такая мемориальная доска посвященная государевым людям вот я вот хотел вас спросить потому что я первый раз вижу что в храме есть мемориальная доска тем которые отдали свою жизнь не по своей воле на государевой службе с века 19 по век 21 вы здесь можете увидеть и урядников и исправников и городовых и милиционеров и стражников и государевые люди продолжают гибнуть именно поэтому сюда возле распятия и ставят свечи за упокой а еще отец михаил сказал нам что люди часто обвиняют время приходят монархии коммунизм перестройка но все зависит от людей прежде всего если в человеке есть что-то святое то он и будет стремиться к святости стремиться к свету а когда человек осуетился в этом мире когда он на себя накручивает и набрасывает все ненужное то тогда все то что он ценное и святое в человеке в человеческом сердце есть она к сожалению растворяется в этой мути в которую человек сам свою жизнь погружает и если мы не научимся правильно жить здесь на земле как мы можем пойти вечность где будет бесконечно это жизнь где будет среди света среди любви среди бога среди святых